В эту стоимость будет включена косметика профессиональная. А что за косметика? Израильская косметика. Господи, забыл как называется. Как же так? Да вылетает мне вечное название, честно. Я сейчас начну точно, как оно называется. Подручка платежа на месяц. То есть сегодня у нас седьмое число. То есть вы можете приобрести абонемент и заплатить за него. То есть около 7 ноября. То есть ежемесячно платеж, если просточки 6,658. А вся сумма кредитного договора 159 800 рублей. И это уже со скидкой 35%. Оформить займ можно прямо в салоне, а уговаривать здесь умеют. Вначале обещают бесплатное обследование, рассказывают о состоянии кожи и волос. Затем запугивают полным облысением и преждевременным старением, если срочно не пройти курс лечения. Здесь у вас уже ниже нормы. То есть уже это надо как-то корректировать. Вот эта зона, то есть последняя, это уже все. Это надо уже лечить. А вернуть былую красоту смогут только специалисты этого салона, эстетик Плаза, где якобы работают врачи исключительно высшей категории. Хотя методы здесь самые простые. Пилинг, чистка лица, массаж, бросаж или по-другому массаж лица щёточками и парафинная терапия. Менеджеры завлекают своих посетительниц не только бесплатным обследованием или процедурами. Мне вот, например, пообещали подарить настоящее ювелирное украшение. Вот она. Эта подвеска, конечно, сделана не из драгоценных металлов, а скорее всего из алюминия. 63-летняя мама Марьян попалась на уловки Центра эстетической косметологии. Она оформила все процедуры в кредит, а в подарок получила чемоданчик с косметикой Дышали. Девушка обратилась в общество по защите прав потребителей, и ей удалось разорвать договор. Она-то верила, она даже думала, что ей всё это поможет, настолько всё так правда, как они рассказывают. Но на самом деле мы же все знаем компанию Дышали, мама наша не знала, а мы знаем. В претензии девушка обвинила косметологический центр в мошенничестве и потребовала вернуть деньги. Компанию это не устроило. Мы не согласны с тем, что вы говорите о том, что мы мошенники. Переписывайте претензию, и тогда мы вам вернём. То есть, если вы будете говорить, что мы мошенники, мы вам ничего не вернём. Договор разорвали, но всё-таки за одну бутылочку шампуня потребовали заплатить 2000 рублей. Там якобы была нарушена упаковка. Сейчас в социальных сетях появилось целое движение, пострадавшее от фирмы Дышали. Где общаются люди, считающие себя пострадавшими. Многие делятся советами, как вернуть деньги. Те, кому удалось это сделать, на камеру отказываются рассказывать свои истории. По словам женщин, фирма их заставляет подписать соглашение следующего содержания. Покупатель обязуется после подписания настоящего соглашения не распространять сведения, порочащие деловую репутацию продавца путём обращения в органы государственной власти или средства массовой информации. На кадрах, сделанных в эстетик-плазо в обычный будничный день, можно увидеть, как женщины передают паспорта сотруднице салона. Что она делает, с ними за высокой стойкой не видно. Но если вы пришли без паспорта, к вам тут же теряют интерес. А можно права? Паспорта с собой нет. А? Возьми паспорт. Врач-косметолог с 40-летним стажем Любовь Василькова уверена, что представительниц прекрасного пола просто запугивают в таких салонах. Многие в панике, потом обращаются к ней. Вот это назначение неплохое. Но во что выливается сумма финансовая, ну, конечно, это неадекватная цена. Да, за раз. И здесь они решают уже вопрос бизнеса. Они вселяют в них страх. Сегодня поговорить с руководством Центра косметологии Эстетик Плаза нам не удалось. Как сообщила нам администратор, в данный момент никого на месте нет. Мы оставили свои телефоны и надеемся, что с нами выйдут на связь. Юлия Ковлякова, Эдуард Баглай, Афонтова. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова